привет друзья как часто именно ты делаешь что-то бесплатно вернее как часто ты готов согласиться на что-то абсолютно безвозмездно к счастью такие люди еще существуют которые действительно готовы помогать людям которые нуждаются они к нам и сегодня с вами поговорим и вы поймете что делать добро ну очень просто было бы желание это у нас как раз таки альберт его зовут он с мечети ерда сам проходил реабилитацию 2000 каком году альберт 2008 году да и по нынешнее время уже там работает и помогает другим слабовидящим у кого проблемы с там с руками то есть он уже как уже как волонтер одновременно 2006 году я попал в аварию 2007 у меня начало садить зрение врачи поставили диагноз атрофизирующие фаброз глаз далее группу инвалидность первую это дает тотально слепым людям женился супруге тоже объяснил я то что то у меня такой такой диагноз пошло такие такие проблемы то что через какое-то время врачи говорят что можно полностью ослепнуть но не можно уже ослепнешь потом появился первый ребенок второй ребенок третий также съездил плач винар вспомни пожалуйста первый случай когда ты отправился на бесплатную стрижку имеется ввиду стриг бесплатно ты ребенка или взрослого кто нуждался в этом как это был первый раз я пришел в мечеть ердам стриг я одного мальчика его зовут имран ему было 14 лет он не видел но он уже в 14 лет знал наизусть коран вот такую книгу коран узнал наизусть я ему говорю слушай говорю как можно выучить люди даже виде не знаю не могут выучить книгу а он выучил целую книгу вот такую по корану в 14 лет он уже был коран хафизом когда стрижешь человека которого это какие-то вот ограничены возможностями да это как мотивация работает хорошо это как вот энергетический заряд если он то может то у меня то это еще есть то есть то есть это я им вдвойне могу значится это сделать о чем ты мечтаешь я о создании крепкой семьи о круто все здорово в голове у тебя переворот происходит то есть я могу рассказать какие-то свои проблемы мне говорит ну а в чем проблема то говорит то есть они проблемы относятся как какой-то игре находишь в этом силу уж ну привыкаешь к этому уже потому что понимаю что что дальше надо жить стремиться к этому чтобы но стремиться потому чтобы не сломаться для него дети не было когда вот я пришел вообще с ульман и люди так вот стараются помочь вообще допустим скажу как и на речи с ним познакомился верными он тоже всегда такой активный давайте я приду давайте это даже если места не было он давайте пусть ко мне приезжают там гардеробный стригли гардеробный не было места и я пришел и дайте мне хотя бы любое место где могу постричь в этот момент и мне предложили переходных гардероба такой коридорчик вот я помню на тот момент где-то было у нас у нас приезжает около 45 50 не зрячих в месяц вот я помню тот момент где-то около 25-30 мужчин только было ленар как раз он приехал рано утром это где-то около девяти часов и закончена ближе к вечеру на целый день мы вот эту вот в этой проходе вот на этом проходе я постриг там не знаю но более 25 человек то есть они выстрелили все в очереди горит от горит там моя очередь еще не дошла горит и горит не дошла вот люди там полноценные там бывают такие 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 но это что у них там жизни что-то не так идет и так далее да и совершенно другой формат человек который вот сильно силен духом и вот этим духом он может напросто других заражать то что вот вот дух это намного важнее внутренняя составляющая намного важнее что у тебя там чего-то не хватает например да то есть если у тебя руки ноги хватает это не значит что ты еще счастливый это не факт много суицидников много людей которые огорчаются в жизни и очень много людей которых ног нету, рук нету, и которые живут там трое детей, да, дом, да, он ведет свой блог, да, блог мотивационный, пишет книги, видео, то, все, рекламирует, какие-то приколы делает, вайны снимает, то, все, то есть у него постоянно движ какой-то идет. И этот движ он доказывает тем самым, что вот смотрите, то есть то, видите, меня не сломать. Настоящим героям не нужны обтягивающие лосины, как у супергероев из Marvel. Это просто такие же люди, как мы с вами, поэтому никому из нас ничего не мешает начать делать добро прямо сейчас. Ты меня услышал? Тогда вперед. Меня зовут Артур Кортес, Татарстан, да.